В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Первый в мире ноутбук с беспроводной зарядкой выпустила компания Dell. Модель получила название Latitude 7285. Продажи уже начались, но в нашей стране аппарат пока недоступен. Впервые ноутбук был показан на выставке Consumer Electronics Show в январе нынешнего года. Устройство представляет собой трансформер. По сути, это планшет на полноценный Windows 10 с пристегивающейся клавиатурой. Тогда аппарат становится ноутбуком. К слову, именно клавиатура несет в себе главную фишку Latitude 7285, беспроводную зарядку. Также этой функцией обладает фирменный коврик. Стоит отметить, что оба аксессуара приобретаются отдельно. Изначально же пользователь получает лишь планшет. Что касается характеристик головного устройства, то здесь стоит сенсорный 12-дюймовый экран с 3К-разрешением. Позже появится и 13-дюймовая версия. Процессоры Intel Kaby Lake i5 или i7, в зависимости от версии. Младшая вариация несет на борту 8 гигабайт оперативки и 128 гигов постоянной памяти. Старшая, которая еще не поступила в продажу, будет иметь уже 16 гигабайт оперативной и 512 гигов постоянной памяти. Из портов в обеих версиях ноутбука только разъемы USB Type-C и привет MacBook. Стоимость планшета стартует с 1200 долларов. За комплекты из клавиатуры и коврика с беспроводной зарядкой придется доплатить еще 550 зеленых. Цена за инновации получилась кусачей. Старшая версия Dell Latitude 7285, которая будет стоить еще больше, выйдет в августе. Microsoft выпустила приложение для слепых. На собственной мобильной операционке программа недоступна, что логично, учитывая, что официально поддержку Windows Phone в компании прекратили. Пока выпущена версия для iOS. Будет ли приложение для Android, неизвестно. Программа призвана помочь слепым и слабовидящим людям лучше ориентироваться в окружающем пространстве. Seeing AI, как можно понять из аббревиатуры Artificial Intelligence в названии, основана на технологии искусственного интеллекта. Приложение анализирует окружение и в аудиоформате производит описание предметов и людей. Также программа может считывать и анализировать надписи, работать с документами и распознавать штрих-коды. Кроме того, если внести в базу Seeing AI лица нужных людей, приложение будет их узнавать, как только они окажутся рядом. К слову, что касается людей, программа может довольно точно определять их пол, возраст и даже эмоции. Сейчас приложение Seeing AI можно скачать лишь в небольшом числе регионов. Однако в Microsoft обещают, что вскоре программа будет доступна повсеместно, в том числе и в России. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.